Собаки Анталии это вообще отдельная тема. Они везде. Вот так лежат, загорают, отдыхают. Они могут лежать в магазинах, в витринах. Никто не гоняет. Их кормит, коет. Так же как и котов. То есть тут к ним бережно относятся. Да, сейчас мы будем идти, будем видеть собак, будем их снимать. И котов тоже будем снимать для вас на видео. Собак, котов мы пока не нашли, но вот дошли до ближайшей заправки. Да, это сцена на бензин. Цены на бензин у нас очень выросли. Да, вы видите. 23, 81, 23, 85, 19, 98, газ 10, 43. Да, это при том условии, что перед Новым годом, летом литр бензина был 7,5 лир. Потом он поднялся до 10. И потихоньку, потихоньку поднимался, поднимался, поднимался. И вот уже, видите, уже почти 24 лиры за литр бензина. Несмотря на это, очень много машин. Хотя многие, конечно, говорят, что отказываются от автомобиля. Многие подают машины, потому что невыгодно. На той стороне, смотрите, у нас открывается новый Нурпастанесси через помещение от Старого. Рядом с Шоком раньше был Нурпастанесси. И они переезжают на угол. Здесь закрылся продуктовый магазин Алия. Мы долго ждали, смотрели, что же будет. Вот, наконец, они повесили вывески свои. Здесь будет большой Нурпастанесси. Они продают торты, выпечку, печенье, всякие сладости, булочки. Недели две назад тут вообще непонятно, что тут было. Что тут будет вообще. Да. А теперь вот такой большой. Вот, видите, они постепенно-постепенно из этого помещения переезжают вот в это угловое большое помещение. Вот они переносят, ходят туда-сюда, что-то носят, оставят. В общем, теперь у нас еще больше сладостей. Это еще одна. У нас есть еще недалеко от дома. Нурпастанесси вот еще одна открылась. Большая пекарня. Видимо, спрос есть, поэтому они увеличивают свои магазины. Скажите, пожалуйста, кому удобно с вот этой штучкой, а кому пить удобно без этой штучки. Напишите в комментариях, пожалуйста, Ваня, ответ, кому удобно пить с ней или без нее. Мне с ней удобно. Но я торвала, чтобы было красивее.